да показалось покажи футболочку а что ты плакаешь подожди только сначала надо в в в в в в в Бери, скрытвай. Паху, Паки. Пока. Пока. Так начинается мой день. Обычно я ем завтрак, уже работая за компьютером. И, к сожалению, или к счастью, я могу даже весь день вот так провести, работая над разными проектами. Эра интернета. Ну, а несколько раз в неделю я снимаю для вас видео или выхожу в город по делам. В таких случаях мне не мешало бы привести себя в порядок. Обычно я делаю легкий макияж. И так как сегодня я буду выходить на улицу, я начинаю с нанесения SPF. У меня это сияющая база с защитой 50 от Heimish. Уже второй сезон ею пользуюсь. Очень нравится. Она легкая, не жирная, не утяжеляет кожу и придает ей красивое свечение. Она не оставляет никакого белого налета и на ней хорошо держится макияж. Дальше выбираю тон. Он в любимцах у меня Armani, YSL и Urban Decay. Возьму именно его. Он тончайший. Его почти не видно на лице, но он здорово выравнивает оттенок кожи, скрывает поры. На мне стойкий. И с ним кожа такая, знаете, настоящая, но более красивая, чем без макияжа. Далее наношу консилер. У меня увлажняющий, подсвечивающий от Estee Lauder. Посмотрите, как он растворится в коже, пока я буду заниматься другими делами. На покраснение наношу чудесный консилер от Catrice. Он скрывает все недостатки и все хорошенько растушевываю. Сейчас обожаю жидкие хайлайтеры за более естественное сияние на коже. Вот этот от Urban Decay прямо как шелковый. Шикарный оттенок и текстура. Он не растворяет тональное средство. И иногда, когда я забываю, я даже наношу его на пудру и тоже все в порядке. Фиксирую макияж при помощи пудры от Armani. Это новинка. Я только купила ее, поэтому окончательного мнения о ней у меня пока нет. Немного бронзера из палетки кож для свежести. Наношу его на лицо и на веки для скульптурности. С приходом осени достала свои метеориты. И они такие розоватые. Использую их в качестве нежных румян хайлайтера для всего лица. Оформляю брови карандашом от NYX. Недавно показывала вам его. И фиксирую брови прозрачным гелем. Завиваю реснички, как обычно. И крашу их моей любимой тушью от Luxe Visage. Мне не хватает яркости на лице. Добавлю румян от Nars. Они всегда спасают. И финальный штрих. Крашу поярче губы. У меня стойкий, но кремовый карандаш от Gouche. В очень красивом оттенке. Он подойдет практически каждому типу внешности. Показываюсь вам с новой стрижкой. Ну что тут сказать. Так коротко я не планировала. Но зато теперь мне долго не придется посещать предмахера. А сегодня у меня получился красивый макияж. А волосы. Ну волосы не зубы. Отрастут. Дальше выбираю наряд. И тут все зависит от того, чем я буду заниматься в течение дня. Я покажу вам несколько моих любимых беспроигрышных комбинаций на каждый день. И все сегодняшние наряды я подбирала из новой коллекции марки Benetton. Кстати, мой первый любимый домашний комплект вы можете наблюдать с самого начала видео. Это супер удобная кофточка и медчайшие брюки. Их вы можете носить в качестве домашней одежды или уютной пижамки. Мне порой весь день не хочется вылезать из таких вещей. Второй базовый, очень удобный, но эффектный и современный наряд с серым шерстяным джемпером. Берите его на заметку. Ношу не первый год, они у Benetton чудесные. И брючками в клетку. Этот комплект здорово смотрится и с каблуком, и с плоским ходом. А серебристые кроссовки, это вообще супер стильная альтернатива белым. Они смотрятся менее спортивными и более элегантными. Бордовую клетку на брюках я дополнила классическим шерстяным пальто в таком же цвете. И по-моему получилось очень стильно. Что скажете, я бы могла так пойти и на деловую встречу, и на кофе с подругой. Третий наряд очень женственный, изящный, но при этом трендовый, теплый и удобный. Я сочетаю шерстяную юбку миди, которая не даст нам замерзнуть и позаботиться о нашем женском здоровье, с рубашкой в актуальном горчичном цвете. Образ получился сдержанным, но одновременно он говорит о том, что мы как бы в курсе модных тенденций. Его можно дополнить интересными аксессуарами, например, сумочкой с леопардовым принтом и золотой бижутерии. Мне очень нравится сочетание такого благородного серого с горчичным. А если вы хотите больше поиграть с цветом, попробуйте надеть этот же образ с бордовым пальто. Смотрится очень сочно, по-осеннему. Так я пошла бы на свидание с мужем. И последний наряд на каждый день, мой самый любимый. Он такой удобный, комфортный, теплый и не банальный для осени. Осенью мы как-то редко носим бежевые вещи, а это смотрится так свежо. Трикотажные брюки я сочетаю с такой как бы замшевой блузкой. Она мягусенькая и бант сзади придает ей еще больше шарма и женственности. Кстати, с кодом ося у вас будет скидка 15% на весь ассортимент марки Бенетон, которую не нужно вам представлять, вы и так все знаете о качестве этих вещей. Свой наряд я дополняю серым шерстяным пальто и элегантной косынкой, которая добавит ему такую интересную нотку, как мне кажется. После съемки я убегаю за детками и по своим домашним делам. Папа сказал, что мы насобирали много каштанов, надо купить спички, будем что-то делать. Пойдем в магазин? Так, что нам нужно купить? Сделаем завтра запеканку. Эй, не зубами, товарищ. Хорошо, а как это сложить? Нету инструкции. Нету инструкции? Есть! Я хочу первый. Угу, давай. Не сиди на бетоне. Сахар такой. Это не то, это не то. Теперь красный фонарик. Где? Вот смотри, четыре. Я уже нашел. Ой. Мамочка, почему? Мамочка. На. А вы ничего. Надо, наверное, плечи плечи. Давай, давай. Вот так. Хватит? Теперь номер пять. Мамочка. Заки, а это не так должно быть? Смотри. Осторожно, мы не потерялись. Еще третью. Мне кажется, что тут надо еще, видишь, раз, два, три таких. Где еще один? Вот, видишь, со всех сторон. Давай. Цепляй. На вот эту штучку такую красную. Красный фонарик. Захарочка, с другой стороны. Что мне делали? Где Незнайка? Ты Незнайка? Вот сюда. Нет, смотри, Захар, большую круглую часть сверху. Да. Вот? Вот так. Да. И теперь наверх. Подожди. Красный фонарик. Храбль космический. Мам, это из робот. А, извините, робот. Продолжение следует.